Я вижу, что дальше будет интересней. Реально чувствую, что я каждый день расту и все в моей жизни меняется. У нее изменилось ощущение себя. Сегодня будем говорить о личном бренде. Ну, у меня, честно говоря, вообще шок. Сама в шоке от всего. Ты этого урока еще не видела, а я видел. Я хотела, я просто, ну, мои уши просто не верят. Я раньше думала, что мне выгоднее вот так, а теперь я понимаю, что это мне вообще не выгодно, это вообще мне мешает. Мы таким участникам будем дальше помогать и вести вас до результатов. Ну, я из ЗАГСа пошла на поезд. Предпринимательство – это каждый раз какой-то трэш. То есть вы унижаете ее за кадром. Всем привет, с наступающим Новым годом настроение. Шикарное. Тем более, сегодня к нам приехала Оля Миняйла. И мы сегодня будем говорить о личном бренде. Много. Потому что я очень хочу, чтобы на примере Оли Миняйла вы увидели, как можно быстро меняться. Кстати, только что я поняла, что Миняйла у нее фамилия неспроста. Смотрите сегодняшний выпуск обязательно. Обязательно берите ручку, блокнот, потому что будет что конспектировать. Ну и узнаем, как проходят у Олины дела и когда наконец-то мы с вами сможем выучить английский. Смотрим до конца. Привет, девочки. Привет. Мы уже Яну видим часто. Ты, кстати, смотрела выпуска, где Яна? Конечно. Как тебе работа Яны? Мне очень понравилась Люда, так преобразилась. Супер. Да? Да. Увидишь, как тебе повезло. Ты открыла Яну, Яна открыла Люду. Рассказывай, как дела? Сколько времени мы не виделись? Ну, больше месяца не виделись. Больше месяца мы не виделись, но ты регулярно что-то мне присылала, всячески пыталась меня дергать, что запрещено в нашем проекте. Делилась. Согласовать даже пыталась со мной съемки, почему-то все считают, что я администратор съемок, это не так. Вот, но давай поговорим о тех результатах и о том процессе, которые происходили за это время. Что происходило? Ну, на мой взгляд, происходило много всего. Ну, первое, я себя чувствую счастливым человеком. С чем это связано? Это связано с тем, что я прям вот реально чувствую, что я каждый день расту, и все в моей жизни меняется, начиная от мышления и до конкретных действий и результатов. Результаты какие? Ну, как бы я прежде всего постаралась выполнить задания, и результаты, как я считаю, это мое ощущение себя, осознание всего вот этого процесса происходящего, и, собственно говоря, отклик людей на меня, на мои посты, на то, что со мной происходят изменения, и на то, как сейчас стало много людей обращаться ко мне, хотят заниматься. Мне кажется, или она по-другому разговаривает? Вообще по-другому. У нее перестал, пропал вот этот акцент. Ты на день работаешь, серьезно. Я аж уроки беру. Это очень чувствую. Я даже прищурилась, потому что я как бы не поняла, куда это делать. Ну, это отчасти я посмотрела себя. Я провожу там, вот вчера мы провели с коллегой трансляцию, она в США работает, в семье за детками приглядывает. Я прям просмотрела свою трансляцию, прям выписываю свои жесты, как я говорю, все-все-все. И с преподавателем мы тоже встречаемся и все прорабатываем абсолютно, там, и дикцию, и... Ты мне прислала, ты мне прислала свой урок, я его посмотрел, конечно, вот тот, что ты мне раньше присылала, и тот, что сейчас, это вообще две разные, Оля, абсолютно. Я старалась. Ну, у меня, честно говоря, вообще шок. Ну, ты этого урока еще не видела, а я видел, понимаешь? Я хотела, я просто, ну, мои уши просто не верят. Ты слышишь это? Да. Она вообще говорит по-другому. Как будто из другой страны, да? Как будто бы, я не знаю, из какой она страны, но это точно не та Оля, которая разговаривала раньше. У меня, честно говоря, шок, потому что я не ожидала, что за месяц можно вот так это сделать. Это просто шок. Это как бы не то, что результат на лицу, это результат на мои уши. На лицо результат есть и продолжает быть. Что происходит дальше? Боюсь уже спрашивать. Я не знаю, я просто сама в шоке от всего. Я просмотрела и тренинг, и вот эти вот уроки по постановке речи. И с Юлей мы очень много проработали по поводу того, как писать тексты, инстаграм, и какие там посты продающие. И все, вот этот поток информации. Плюс я купила кучу книг полезных, читаю их все. И за ваш тренинг большое спасибо вам. С целевой аудиторией наконец-то определилась, куда мне двигаться. На самом деле вот это понимание целевой аудитории вообще вот оно пришло. И я помню, как я действительно распылялась на всех. Здесь один экзамен, здесь второй. А здесь вот четко по существу. И когда приходит вот это понимание, не знаю. И мне кажется, даже вот внутри меня, даже не в профессиональном плане, а чисто вот как человек, я тоже очень сильно поменялась. Не знаю, я такого раньше не ощущала. Обалдеть просто можно. Я вообще такая, даже немножко сама растерялась. Я вот этот урок посмотрел, я тоже был в шоке, потому что изменения, ну просто это разные люди. И сама подача материала, и как ты выглядишь в кадре, и как ты разговариваешь вообще. Мне кажется, вот этот момент еще провинциальности, да, вот такой, он как-то испаряется. Он испарился, он ушел, да. Воля, вот я сейчас смотрю совершенно другого человека, хотя ты всегда привлекательно выглядела. То есть у тебя не было каких-то таких вопросов, что ты, ну, вот прям было и стало. Ну нет, то есть тебе помогла Яна трансформироваться, девочки там понемножечку своего добавляют. Но вот целое общее впечатление, что это какой-то другой человек, и это просто очень круто. Давай поговорим о тех заданиях, которые ты получила, о том, что ты сделала по ним. Я досмотрела тренинг, ответила в анкете на вопросы по целевой аудитории, что помогло мне уже сформировать, как бы мой курс для путешественников, как бы не на финише еще, но я уже понимаю, что там должно быть. Структуру, все, план набросала, и материалы уже нашла. Да, купила литературу, и причем со мной такой инсайт приключился. Я взяла книги в руки по туризму, и я вспоминаю свое детское воспоминание, когда я бегаю по двору, и бабушка с дедушкой меня спрашивают, а кем ты, Оля, будешь работать, когда вырастешь? Я говорю, туристам. Они засмеялись, и мне так приятно стало. Это же мое, вот оно. То есть, и я вообще на самом деле все детство мечтала совместить путешествие и английский. И я не знаю, вот у меня какое-то озарение просто. Так интересно, да? То, что я хочу, и то это пришло. То есть, я записала мастер-класс, его я хочу еще упаковать. I need to exchange some money. Мне нужно поменять деньги. Это ваш ответ. What currency do you need? Какая вам нужна валюта? Я хотела бы более конкретно перечислить темы, которые я решила рассмотреть на своем онлайн-интенсиве. Это ресторан, конечно же, чаще всего мы заказываем еду. Аэропорт, транспорт, трансфер, такси, как пройти, аптека, доктор. Я думаю, что будут элементы светской беседы какой-то. Отель, покупки. Рассматриваем ситуацию форс-мажора в обязательном порядке. И, конечно же, развлечения. Ну, я могу сбросить остальные фрагменты. Это был только один. Если вы посчитаете нужным, что нужно переделать, ну что ж, будем переделывать. Мастер-класс, цель его какова, этого мастер-класса? Ну, познакомить с интенсивом онлайн для путешественников. Дать контент полезный, да, чтобы как бы забросить удочку, показать, что там будет и как это вообще выглядит. И рассказать, что будет, заинтересовать людей, чтобы они проголосовали рублем. Ну, я считаю, смотри, что нужно теперь нашим зрителям дать этот урок, да? Ну, показать, да? Чтобы они проголосовали рублем. Мы вообще думали о тебе, да, мы сегодня думали о том, чтобы сделать встречу с экспертом, ты просила. И потом мы начали думать все-таки, у нас есть таких два момента, как бы, в нашем шоу. Потому что, с одной стороны, есть момент шоу, с другой стороны, есть момент нашей ответственности, того, чтобы мы доводили участников до результата все-таки, да? Поэтому зрители хотят хлеба и зрелищ, конечно, да? Крови, естественно. Крови, да. А мы все-таки хотим, чтобы были результаты, безусловно. Поэтому мы начали анализировать и пришли к тому, что мы подходим сейчас к такому этапу, когда тебе необходимо запустить в продажу продукт. Ну, следующим этапом будет, правильно? Создание продукта и запуск его в продажу. Но что делать, когда мы что-то запускаем, первое, да? Это очень сложно продавать. Почему? Во-первых, потому что у нас нет еще как такового фидбэка. Мы несколько сомневаемся в своем продукте, и это тоже чувствуется. Когда мы еще не уверены в том, что, например, результат будет классным, да? Ну, или мы понимаем, что результат будет хорошим, но, наверное, можно будет его сделать лучше. Все это понимают. И второй, самый главный момент, это то, что когда люди хотят что-то купить, они, безусловно, интересуются отзывами, да? А как это было, да? То есть всегда просят даже, как мы что-то покупаем. Слушай, я хочу прокачаться там в чем-то, да? Посоветуй кого-нибудь. Ты кого-то знаешь? Я заикнулась об остеопатии, и у меня 354 заявки. Я уже подумала, надо продавать. Думаю, надо кому-то сделать из участников остеопатом срочно. Ну, потому что бизнес пошел. Безусловно, нам необходимы реальные отзывы, и нам нужен фидбэк от нашей аудитории. Это даст нам возможность, во-первых, понять, в чем мы реально хороши, в чем нехороши, закрыть, да, эти стороны. И, безусловно, это даст другим людям возможность видеть, что да, это действительно работает. Мы подумали над тем, что сейчас этапом нашим основным должно стать именно получение обратной связи от людей, которые могут этот тренинг пройти. Вот. И мы... Ты согласна? Ну, я на все согласна. Я на все согласна. Мне нравятся наши участники, я на все согласна. Я вообще люблю. Не, ну, если я пришла на проект, значит, я доверяю вам. Нет, ну, логически, я хочу, чтобы ты не так спорила, как некоторые, конечно. Но, по крайней мере, логически для тебя это было понятно. Смотри, мы подумали о том, что будет очень неплохо для того, чтобы доработать твой продукт, совершенствовать его, и для того, чтобы у нас был кредит доверия от остальных, в принципе, людей. Неплохо было бы сейчас сделать такую экспериментаторскую группу, в хорошем смысле этого слова, когда у тебя появилось бы несколько учеников, с которыми бы ты прокатала этот тренинг. В чем здесь есть моменты? То есть первый момент – это то, что экспериментаторам быть всегда страшно, особенно, когда знаешь, что ты экспериментатор. Но, с другой стороны, я всегда говорю о том, что так как мы стремимся удовлетворить наших первых клиентов, мы никогда больше так не стремимся. Ну, а мы, в свою очередь, решили начать добавлять такие полезные вставки для того, чтобы вы в это время могли брать блокнот и ручку, и, собственно, записывать, и понимать, каким образом вы можете использовать ту информацию, которую мы даем нашим героям, для себя структурированно. И сейчас я хотела бы поговорить над той трансформацией, которая происходит сейчас с Ольгой. Давайте вспомним главное Оля. Ее главная задача – это стать хорошим, дорогим бизнес, вернее, не бизнес, а English Coach'ем, и создать продукты, которые помогут ей зарабатывать не только в формате того, как она сама преподает, но и в формате более масштабных, объемных групп. То есть увеличить свои продажи. И если вы также занимаетесь делом, где вы являетесь главным лицом, ну, по сути, наверное, даже не бизнесменом, а ремесленником, то, собственно, я бы хотелось, чтобы вы поняли, какой путь можете проходить вы. Поэтому я записала для себя очередность тех действий, которые сейчас выполняла Ольга, и вы, собственно, сможете это для себя повторить. Прежде всего, если мы хотим выходить на рынок и продавать лично, ну, вот, например, я тоже отношусь к категории таких ремесленников, то здесь сила личного бренда имеет огромное значение. Вы должны понимать, что нужно начинать прежде всего с себя, не с каких-то сайтов, лендингов, продуктов, упаковок, а прежде всего с себя. Первое, с чего мы начали с Олей, это мы поработали над ее внешностью, потому что бизнес-коуч, ингуш-коуч, тренер, неважно, человек, который продает, мы встречаемся с этим человеком, и мы прежде всего оцениваем его по внешнему виду. И нам хотелось, чтобы Оля выглядела более дорого, потому что одной из наших целей и задач стоял как раз повышение чека Оли, более презентабельно, и команда поработала именно над этим. Яна помогла Ольге привести в порядок свой гардероб для того, чтобы какие-то убрать нелепые наряды, которые немножечко сбивали людей с толку. Это, я считаю, очень важное действие. Второй момент, мы поработали, девчонки даже больше помогли Оле видоизменить, подобрать более правильный цвет волос, как-то вот стать, ну скажем так, выглядеть более, опять-таки, дорого, валютненько, вот, для того, чтобы ее внешний облик соответствовал тому имиджу, который она хочет воспроизводить. Это очень важный момент. Вы должны понимать, как вы хотите выглядеть. Мы предлагали подобрать какие-то картинки, подобрать свой образ, посмотреть на то, что вам нравится, и каким-то образом найти возможность пересечения лично с вами. То есть, я всегда рекомендую людям изначально увидеть со стороны, как бы вы хотели выглядеть, вообще, как бы вы хотели, чтобы вас воспринимали, а затем начать работать над тем, чтобы те вещи, которые у вас откликаются, перенять это в свою жизнь. Далее, очень важным фактором сегодня являются фотосессии. Почему? Ну, во-первых, я уже говорила о том, что сегодня есть момент визуального восприятия через то, что мы выкладываем, потому что сегодня мы, я не знаю, к счастью или к сожалению, в онлайне живем гораздо больше, чем в оффлайне. И второй момент, очень часто, когда мы работаем с классными авторами во время таких съемок, когда над нами работает, над нашим имиджем работает хороший стилист, визажист, да, то есть мы, как бы, являемся лучшей версией себя в данный момент, мы, когда потом смотрим на себя со стороны, мы себя начинаем ощущать так, то есть, когда мы привыкаем к своей идеальной картинке, мы уже в жизни, глядя на себя утром, мы хотим этой картинке тоже соответствовать. Мы начинаем краситься, мы начинаем, если нам там это было непривычно, уже одеваться, как-то стыдно на фотографии быть очень классным, а в жизни продолжать быть, ну, как-то тем, кем ты был раньше. Поэтому мы начинаем вот эту вот девушку с обложки олицетворять уже с собой, это же будто бы я, ну, не будто бы, это вроде бы я и есть, точно я есть. И у нас вот эти вроде бы, они начинают уже находить отражение в нашей нынешней жизни, то есть, мы подтягиваемся к себе идеальным, и поэтому, когда мы сделали этот шаг с Ольгой, она увидела себя со стороны, и ее изменения продолжились, то есть, ей захотелось быть вот той Ольгой, оказывается, я могу быть такой Ольгой, это очень важный фактор. Далее, мы начали работать над продуктом, потому что у Оли было полное отсутствие понимания четкости продукта, сначала ей хотелось на всех работать, ну, как, я могу обучить английскому весь мир, зачем мне какие-то путешественники, потом у нее начались проблемы с тем, что, где моя там уникальность, что я могу такого рассказать. Именно поэтому Оля прошла вместе со своей командой девчонок, они прошли тренинг «Вау-продукт». Почему я настояла на этом сделать это? Потому что у нас, у большинства есть очень четкая, большая проблема с тем, что мы не понимаем, для кого мы создаем то, что собираемся продавать. То есть глупейшая ошибка, которую мы совершаем, это то, что мы продаем для всех, или мы выделяем как-то так от балды, говорим, ну, я буду продавать каким-то там женщинам, или каким-то мужчинам, или людям-путешественникам. Вы себе не представляете, какая колоссальная работа должна пройти над своей целевой аудиторией, и как четко вы должны сфокусироваться, понять, прочувствовать свою аудиторию, понять, как она думает, как она себя ведет в различных ситуациях, для того, чтобы затем создать свой продукт очень четкий, и чтобы именно те люди, на которые вы его настраиваете, они это чувствовали и покупали. Поэтому Оля, как она уже сказала, прошла этот тренинг несколько раз. Первый раз, когда она прослушала, ей показалось, как это часто у нас бывает, что ничего особенного не происходит, и только затем, когда она начала это все внедрять и жить с этим, она очень четко начала понимать важность и ценность того, каким образом нужно работать со своей целевой аудиторией, и что для этого нужно создавать. И сейчас она находится в стадии создания того самого идеального продукта, который будет попадать не просто в целевую аудиторию, а в сердце целевой аудитории. Поверьте, это очень важно. Поэтому если вы не проработали это, если вы не понимаете, какой продукт должен быть для вашей целевой аудитории, если у вас плохо его покупают, это показатель того, что у вас пробел. Если у вас покупают не те люди, это показатель, что у вас пробел. Если ваши клиенты недовольны, это означает, что вы продаете его не той целевой аудитории, сильно бедной, богатой, разной. Вернитесь к этому пункту и проработайте. Я вам очень это рекомендую. И свой вал продукт я специально записала в онлайне для того, чтобы вы могли проходить его в удобное для вас время, в удобном для вас темпе. Я считаю, что на сегодняшний день на рынке это вообще лучший продукт для того, чтобы очень четко создать то, что будет продаваться. Это важно. Далее. Мы дали Ольге задание создать бесплатный продукт. Потому что если вы продаетесь через личный бренд, и вас еще никто не знает, вы должны каким-то образом продемонстрировать своей аудитории то, что вы являетесь специалистом, то, что вы даете что-то очень полезное, классное. И, как правило, люди, видя вас впервые, не верят вам, не готовы платить за это деньги. Поэтому для этих вещей создаются бесплатные продукты, которые помогают аудитории с вами познакомиться. И сегодня только глухой, слепой не рассказывает об этом. Создавайте бесплатные продукты. Но большинство бесплатных продуктов, чтобы вы не загуглили по какому-то такому целевому запросу, вы всегда найдете, если этому обучают, какие-то бесплатные чек-листы, там, ну, множество информации, вы можете даже это проверить. Но в большинстве случаев у вас, вы столкнетесь с разочарованием. Когда вы послушаете что-то бесплатное, или посмотрите, или получите чек-лист, вы увидите, что это вода, это ни о чем, это и так понятно. То есть люди делают какие-то заманухи, но совершенно не думают о том, чтобы дать вам настоящую ценность. Потому что классный бесплатный продукт, это тогда, когда вы его посмотрели, или прочитали, и вы узнали то, чего вы раньше не знали, не слышали. То, после чего у вас что-то включилось, к вам пришел инсайт, и вы его можете переключить в деньги. То есть вы такие, вау, вы тут же сделали и заработали на этом. Например, да? Или если это касается языка или чего-то, вы тут же это сделали, и вам уже тут же стало гораздо более понятно, чем было до этого. То есть вы получили какой-то осознанный результат. Вот это есть классный бесплатный продукт. Если это бесплатный продукт для галочки, где там 30 тысяч способов, как раскрутить ваш инстаграм, и вы такие, ну и что, ну да, замечательно, а дело это что с этим? Ничего не понятно, да, это просто вода и просто туфта, то такие бесплатные продукты создавать нельзя. Поэтому работайте над своим бесплатным продуктом, и помните очень важную вещь. Бесплатный продукт – это самое крутое, ценное и важное, то, что вы рассказываете своей аудитории. Очень часто платный продукт гораздо проще, чем бесплатный. Помните об этом. Если вы научитесь это делать, то вы научитесь к себе привлекать непосредственно ту аудиторию, которую вам имущество. Вот, поэтому, что бы мы хотели тебе предложить? Ну, во-первых, те девочки, которые у тебя есть в команде, ты можешь им предложить стать одними из участников твоей экспериментаторской группы. Но тут очень важный момент, им это должно быть интересно. Яна, тебе было бы это интересно? Да, мне интересно, но только вот как бы знать, сколько мне на это понадобится времени, какие условия, какие... Сейчас мы к этому вернёмся. Насколько регулярно будет наша жизнь английская. Абсолютно верно. Сразу появляется много «но». Поэтому, первое, нам необходимо изложить будет, тебе необходимо будет изложить всё то, что... как это будет, потому что это важно знать людям. Второй момент. Мы предлагаем... Твоя группа, которая тебя окружает, они у нас такие люди подставные уже, они уже свои, они уже могут тебя захваливать, поэтому мы предлагаем, чтобы в твоей фокус-группе были не только девочки из твоей команды, но и были те люди, которым искренне это интересно, и кто готов проголосовать за это рублём. Но для того, чтобы это была какая-то бонусная история, мы, например, обсудим, сделаем скидку в 50%, ну, чтобы это был и рубль, и в то же время некая мотивация сделать это сейчас. И дальше это будут некие твои, ну, такие гарантии, обещания того, что люди получат. Мы найдём этих людей среди тех зрителей, которые нас смотрят. И дальше в процессе того, сколько времени это займёт, заранее всё это мы напишем, сейчас расскажем, это будет твоя фокус-группа, на которой тебе необходимо будет отработать то, что ты собираешься нести людям. И мы получим таким образом фидбэк, настоящий, это будет очень ценно, от реальных людей, которые прошли, которые смогут рассказать, поделиться, возможно, прийти, если в других странах, записать видеоотзыв, написать, рассказать о том, что они реально получили, как это сработало в их случае, довольны они или недовольны. И это даст многое, во-первых, и для той аудитории, которая смотрит, потому что у них будет уже к тебе доверие или недоверие. Это даст ответственность тебе, потому что тогда, когда ты понимаешь, что ты должна дать результат публичный, под прицелом, конечно же, ты совершенно по-другому будешь относиться к своему продукту, и это поможет нам сделать продукт по-настоящему классный. Потому что, к сожалению, многие люди сегодня делают продукт под лендинг. Главное что-то написать, впустить лендинг, кое-как это продать, ну а там уже, извините, ну как получилось, так получилось. У тебя ответственность будет другая. И уже после того, когда мы проделаем вот эту операцию, мы сможем говорить о том, что этот продукт классный, мы его допаковываем и доделываем, уже настраиваем на него рекламу и начинаем продавать его массам. Ты будешь больше уверена в этом продукте и понимать, какой он, мы будем уже это понимать, правильно? Вот, и соответственно, люди, которые смотрят, а это тоже как бы наша маркетинговая площадка для тех участников, которые приходят, они уже будут видеть, что да, можно доверять Ольге, Ольга классная, прикольная, я хотела бы у нее получиться. Сколько должно человек быть в группе? Я думаю, что немного, я думаю, что нам хватит извне, да, буквально там три человека, которых бы мы взяли по ту сторону, и вот девочки, кто согласится из твоей группы, кому подойдет, мне бы хотелось, чтобы хотя бы одна из участниц твоей группы. Ну да, только это должны однозначно быть заинтересованы. Я уже на себе испытала. Поэтому мы и говорим о голосовании рублем. Вот, а на твоих девочек будем полагаться на их честность, что хотя бы одна скажет, да, я действительно готова, мне подходит, потому что действительно это ответственный момент. Мы прекрасно знаем, что бесплатная история, мы это уже тестили, она не работает, вот, нету мотивации, и наоборот, даже кажется, я тут помощник, я тут, нет, нам нужно, чтобы это было действительно интересно, была мотивация. В идеале это человек, который какой-то планировал путешествие, возможно, да, то есть для него это была острой такой историей, где бы он был готов под это подписаться и поработать. Готовое описание программы тренинга или нет еще? Ну, сейчас я прям так, да, на листике не могу показать. Я опрос проводила, прям задавала вопросы, создала гугл-форму и прям спрашивала, вот что, как вы вообще видите? Вот вы хотите? Хотим. Как вам такая идея? Класс. Что вы хотите видеть? Вот люди даже проголосовали, что бы они хотели видеть? Я уже могу понимать, что я должна там снять уроки с субтитрами. Смотри, до того, как выйдет это видео в эфир, ты сделаешь описание, и мы его разместим на какой-то страничке и дадим ссылку. Прямо под этим видео, что люди уже посмотрели. Подробное описание. Да, смогут перейти и смогут купить. Человеку, нашей вот аудитории, должно быть понятно. Вот у тебя для этого есть твоя команда, чтобы Яна, например, тебе сказала, Марина, Юля, мне понятно, то есть должно быть понятно, что это, сколько времени это занимает, как это будет происходить, какой результат я получу в итоге. Потому что основные всегда темы, это сколько времени, сколько денег, и что я за это получу в идеале. Какую проблему мою это решить. Да, да, то есть что конкретно я буду, то есть вот всегда так или иначе люди хотят знать, что будет, вот что точно будет. Понятно, что если ты будешь стараться сильно, то будет лучше, но что точно у меня будет по-любому. Твоя задача, чтобы люди, которые нас смотрят, они уже понимают, кто ты, что ты, но ты должна их действительно включить, заинтересовать, чтобы им было понятно, то есть что это будет, им захотелось. У тебя есть сайт свой какой-то, нет? Можем на нашем сайте эту страничку сделать. Ты пришлешь нам текст, видео, мы на нашем сайте прям это сделаем и дадим ссылку под видео на эту страничку. Там номер своей карты оставишь? А я думала номер нашей карты, мы заберем деньги и уедем на Мальдивы. Тоже вариант. Только курс должен быть дорогой, а то до Мальдивы не дочешем. Как раз вам надо английский подтянуть. Да, да. Идите, подтяните, а то нам полотенце не сможете получить на Мальдивах. С Мальдив будем заниматься английским. Вот, окей? То есть, ну вот, наше видение сейчас именно такое. Какие вот еще, я хочу сказать, преимущества у нашей фокус-группы, которые будут, помимо достоимости? Это то, что вы сможете получить от Оли то, чего вы хотите. То есть, если вам будет чего-то не хватать, будет не работать, непонятно, вы сможете, то есть, под Олину ответственность, правильно? И под нашу ответственность. Вы сможете Оле это говорить, говорить, что Оле, нам вот этого не хватило, это нам непонятно, это доработать. То есть, всегда в работе с фокус-группой очень классно то, что вы для себя получаете максимум и тем самым помогаете ей сделать обалденный классный продукт, который будет работать. То есть, вы в данный момент формируете идеальный продукт под себя, правильно? Это как в меню. Знаете, мне тут солененькое не нравится, тут сладенькое не нравится, тут еще что-то, то есть, такая дегустация ваша. Я уверена, что найдется несколько человек, которым действительно это будет очень классно, актуально, кому-то из интереса, кому-то потому что действительно нужно. А мы уже, когда все готовенькое, будем тоже пройдем курс, да? Когда уже будет готовенькое. Почему? А что-то экспериментально не хочет пройти? Экспериментально? Не знаю. Мне кажется, я в последнее время, что-то у меня синяки под глазами появились, экспериментально мне нужно на отдых. Участники меня замучили все. Поэтому всех забанила, всех закрыла, ни с кем не другу. Так, но сегодня у нас есть новая участница. Новая участница, присоединяйтесь, пожалуйста. Новая участница твоей команды. Тебе ведет на Юль. Знакомьтесь, это Юля. Здравствуйте, меня зовут Юля. Я графический дизайнер. Первое, что я бы хотела сказать, наблюдала за ростом вашего инстаграма. Действительно, рост огромный, так как я смотрела были фотографии обычные, достаточно просто, ну, обычный профиль. Сейчас более профессионально. Я вот буквально вчера ночью это смотрела, текста интересная. То есть, действительно, рост огромный в этом плане. По поводу тренинга, который вы собираетесь запускать. Я, конечно, мне нужно подумать, я так сразу еще не знаю, но думаю, что все-таки должен быть лендинг, должна быть очень яркая упаковка. Потому что очень многие люди ведутся именно на упаковку. И, ну, вот, допустим... На красивую картинку. Да, да. Тем более это путешествие, пляж, пальмы, белый песок. Просто, допустим, человек там думал когда-то изучать английский, но как бы там не решался, у него там куча мыслей было. И тут он случайно попадает там по рекламе на ваш лендинг и видит, что он яркий, красивый. 50, а то и больше процентов, что купит. Но я сейчас хочу рассказать о том, почему я Юлю решила присоединить сейчас. Пока мы не дошли до лендинга, да? Вроде как еще мы до него не дошли. Во-первых, я решила добавить вам новую кровь. Я знаю, что вы с любовью воспринимаете новых активных участниц. Вот, да, ха-ха-ха, всех сразу задергала. Да не, у нас все в порядке. Нет, конечно, у вас отличная команда. Во-вторых, я приглашаю вас, уже когда выйдет выпуск, уже будет, как делает я, вот так... Вот, моя младшая дочь. Уже как раз пройдет мой трейдинг про Инстаграм 2019. Я вас туда официально приглашаю. Вы его пройдете, и вы узнаете о том, что на сегодняшний день невероятно активная аудитория находится в Инстаграме, в сторизах. И продаваться мы можем очень активно, свое обучение продавать именно в рекламе, в сториз, в таргетированной рекламе, в Инстаграме и так далее. Поэтому мы начнем, пожалуй, сейчас готовить, продолжать делать Инстаграм, но делать его рекламным, красивым, делать красивые макеты для рекламных мак-сторизов, для наших лент, для всего того, что есть сейчас в соцсетях. Разработаем красивый стиль всего этого действия, и затем уже будем переносить это все на лендинг тогда, когда это будет необходимо. То есть сейчас я хочу, чтобы мы поработали над этим. Глаза пока сильно не расширяем, жду вас на тренинге. То есть для экспериментальной группы лендинг делать не будем? Для экспериментальной группы не будем делать лендинг, да. Мы сейчас начнем. Я хочу, чтобы вы нашли некое видение Оли, которое бы отличало ее внешний стиль, ее подачи, ее тренингов, ее курсов, ее обучения от того, что есть. То есть ее какой-то стиль. Ее какой-то стиль. Подумали, да, тут надо заморочиться. Не просто поставить иконку, но хочется, чтобы вы для этого проанализировали то, что есть, как это подают все остальные, и сделали что-то такое, чтобы это было узнаваемо, чтобы это было от Оли, чтобы это было по-другому. Потому что дизайнер сегодня не нужен для того, чтобы нарисовать иконку и собачку. Есть 20 тысяч приложений, которые сделают это за тебя. И это твои главные конкуренты сегодня. Сегодня твоя сдача показать, что дизайнер, он нужен. И в чем фишка дизайнера? В чем фишка дизайнера, в отличие от тех программ, которые есть? Сегодня не секрет, правда? Мы взяли приложение любое там и решили массу вопросов. Но дизайнер, это его ценность в другом, в том, что он должен от этого отстраиваться и отличаться. Для тебя это вызов? Ну, 50 на 50. Я знаю, кто такой дизайнер. Я знаю, что это индивидуальность, это отличие от стокового. Это классно, мы хотим это увидеть. У тебя будет прекрасная возможность это показать всей аудитории. А у тебя будет тоже прекрасная возможность сделать что-то другое. Наша команда поддержки. Марина, Марине передаем огромный привет. Почему нету Марины? Марина сломала руку. Вышла попить кофеек и сломала руку, серьезно очень. Поэтому ко всем просьба не полениться. Зайти к Марине в инстаграм, написать Марине слова поддержки. Марина, мы тебе желаем скорейшего выздоровления. Так бывает почему-то. Не всегда сразу понятно, почему так бывает. Но просто нужно это пережить. Да? Вот. А Юля сегодня не смогла у нас прийти, потому что у Юли маленький ребенок, у которого режутся зубки и происходит множество вещей. Но мы Юлю тоже ждем. И вы Юлю вторую нашу введете в команду. Мне даже кажется, они чем-то похожи, да? Что-то такое между ними есть общего, как в группе черный шоколад. Или какой он там, горячий, черный. Господи, и это говорит девушка, которая 8 лет пела в женском коллективе. Мама дорогая, хорошо, что не Виагра сказала. Или Гравия. Как-то так. Окей? О чем бы тебе хотелось еще поговорить? Потому что ты часто пишешь. Тебя что-то волнует и беспокоит. Ты меняешься. Да. Давай поговорим об этом. Я тут вообще теперь поняла, что мне даже ночью спать не придется. Ничего страшного. Я стала сейчас спать где-то в среднем по 5 часов в сутки, да? И нормально, и хватает. Спят слабаки, да? Да, да. Я думаю, что это не она. Зато мы стройные и красивые. Идем дальше. Что мы сделали с Олей дальше? Мы начали анализировать ее со стороны. Не побоялись. Это очень важно. Задать вопрос, как вас люди воспринимают сейчас со стороны. Мы обнаружили у Оли буквально в прошлом выпуске серьезную проблему. Ее говор. Ее говор, который достаточно отчетлив слышен. И несмотря на то, что Украина, она вообще такая очень, да и Россия в том числе, с разным говором, с разными акцентами. Но Оле это такой грубый и, можно сказать, сельский говор. И поскольку мы провинциальны, и поскольку Оля хочет преподавать онлайн, и ее аудитория, ее география аудитории может быть самой широкой, мы порекомендовали ей над этим поработать. То есть избавиться от ее акцента. И я считаю, что в течение месяца то, что она сделала, это уже, да, она не избавилась от него полностью, безусловно. Но за месяц есть колоссальные изменения, и самое главное, что она принялась это делать. Точно так же посмотрите со стороны за собой, какие есть вещи, которые вас отталкивают. Хотите вы того или нет, но наверняка они есть. Если вы работаете очень плотно с людьми, и при этом, например, вы не особо коммуникабельны, а ваша внешность, мягко говоря, оставляет желать лучшего, вы расплылись в 34 булках. Вот, вы каждый день едите вот наполеончики, и при этом не бегаете в зал. И, ну, вот вы понимаете, вы сейчас за счет этого закомплексованы, то первым делом, над чем вам нужно работать, ребята, это заказать себе еду, как я заказала в Фудексе, вот, чтобы потом отъедаться, и привести в порядок свою внешность, потому что все это имеет отношение к тому, как вы себя чувствуете. Конечно, если вы себя прекрасно чувствуете, там, ужасно выглядите, но вам это не мешает, это здорово. Но если вы понимаете, что это прививает вам комплексы, над этим обязательно важно поработать, потому что ваша неуверенность, она всегда будет сказываться, или если люди вас таким видят, и не видят, ну, то есть, знаете, вы начинаете говорить, и они больше ни о чем не могут думать, или они вас видят, они не могут больше ни о чем думать, то это проблема. Я бы над этим порекомендовала вам поработать. Оля с этим чудесно справилась. К чему мы смогли прийти с Олей за это время, пока она начала делать эти шаги? Она начала растить свой чек, поднимать чек, и то, какой ценой она пришла вначале, ей казалось, что люди и так платят это очень, скрипя сердцем и душой. Сейчас она уже значительно подняла цену для себя, хотя мы хотим, чтобы это было значительно больше. Но самое главное, что ей понравилось это делать, что она перестала комплексовать по этому поводу, и что она перестала думать о том, что ей будут платить больше. Наоборот, ей это понравилось, потому что она сама стала меняться, и стала повышаться самооценка в личном бренде. Для того, чтобы вы могли становиться дороже, очень важно повышать свою собственную самооценку. Вы должны сами видеть, что те изменения, которые с вами происходят, я теперь достойна большего. Это очень-очень-очень важный момент. Далее, сейчас мы начали работать с Олей над созданием продукта, который мы будем продавать. Я уже говорила в этом выпуске о том, что для того, чтобы мы могли продавать наш новый продукт, нам очень важно, во-первых, понимать, что он действительно хорош, не только по меркам наших, но и по меркам наших клиентов. И второе, это в идеале иметь какие-то отзывы, какую-то обратную связь, которую бы могли знать не только мы, но и те люди, которые будут его приобретать. И всегда самым главным является то, где это взять. Конечно же, первые отзывы, как правило, мы получаем от людей, которые либо пользуются этим продуктом бесплатно. Торт мы, например, можем дать продегустировать человеку бесплатно, и мы не обязательно за это заплатить, чтобы почувствовать вкус этого торта или чтобы заставить себя съесть этот торт. Мне не надо за это платить, я могу съесть бесплатно и рассказать, вкусный он или нет. Поэтому, если вы запускаете новый какой-то продукт, то постарайтесь сделать то же самое, что сделали мы. То есть, если вы продаете услугу, соберите людей, которым это интересно, предложите, делайте им какое-то выгодное предложение, но в то же время очень важно, чтобы вы нашли именно тех, кто будет в этом заинтересован. Потому что в противном случае мы рискуем собрать фокус-группу, чему-то их учить и не получить никакого результата, именно потому что люди не очень заинтересованы или мало за это заплатили. Понятие стоимости для каждого очень разное. И, например, в некоторых случаях кто-то покупает за 50% скидки, потому что ему вообще это ничего не стоит, а для кого-то это как раз тот самый потолок цены, который он может себе позволить. И в идеале находить тех людей, для которых даже покупка со скидкой является очень ценной и дорогой. Тогда результаты будут гораздо круче. Вот сейчас наша задача получить как раз от вас ту самую обратную связь от тех людей, которые это будут проходить для того, чтобы создать крутой продукт. Здесь очень важно для Оли будет, и для человека, который, если вы, например, повторяете подобное, очень важно полностью выложиться и постараться не просто сказать, да, они там мало заплатили, я как-то на полноги, а наоборот, сделать в 10 раз лучше для того, чтобы те люди, которые его прошли, получили максимальный результат и, естественно, стали такими амбассадорами бренда, которые бы говорили о том, что, блин, я прошел этот курс, это мега круто, это действительно работает, и над этим нужно поработать. Следующее. Очень важный фактор тогда, когда вы развиваетесь через личный бренд, включать в себе как можно больше мотивации. Каким образом? Я всегда говорю о том, что, когда вы чего-то хотите и начинаете к этому двигаться, заводите себя. Мы дали Оле одно из заданий – создать мудборд своей желанной жизни, куда она сейчас хочет. Очень важно в те моменты, когда вы делаете, а не те результаты, которые вы ожидали, или вы считали, что вот раньше вы ничего не делали, сейчас начали делать, и уже будет очень крутой результат. А результат, он с опозданием происходит, нет такого крутого результата сразу, и у вас начинают опускаться руки. Поэтому очень важно напоминать себе, для чего вы это делаете, напоминать себе о том, какую жизнь вы хотите получить, напоминать себе о том, куда вы поедете, что вы купите, как вы будете думать, я не знаю, что будет у вас тогда, когда вы получите желаемое. Поэтому это задание я дала Ольге, и это задание я также рекомендую внедрять в жизнь всем вам. Следующий момент, когда вот эта трансформация происходит, начинает появляться такая очень крутая вещь, как любовь к себе, потому что ты начинаешь что-то делать, у тебя начинают происходить изменения, и все мнения вокруг перестают для тебя негативные, значит, так много, потому что ты видишь, что оказывается, ты способен меняться. Всего за несколько месяцев наша Оля изменилась очень сильно, и каждый человек, который начинает двигаться, он видит эти изменения. И вот именно тогда проявляется этот нюанс, что если раньше вам было, например, стыдно поднять цену, или вы не понимали, почему люди должны вам платить больше, то сейчас, когда вы меняетесь, начинает происходить вот это повышение собственной самооценки и повышение ценника, что я не могу стоить так дешево. Вы начинаете смотреть на более дорогие вещи, вы начинаете смотреть на более дорогих людей, более дорогие компании, более дорогие услуги. Вы понимаете, что вы этого достойны, и для того, чтобы вам это приобрести, вам тоже нужно дорожать. И вот этот момент, он дает такой тоже фантастический прогресс. Поэтому я бы сказала, что когда мы начинаем работать над личным брендом, мы не только растем в бизнесе и в цифрах, мы прежде всего растем сами для себя, как личность. И именно поэтому я рекомендую абсолютно всем делать акцент на свой личный бренд, потому что это будет давать вам колоссальную мотивацию для того, чтобы и ваш бизнес развивался. Вы будете понимать, что по-другому нельзя, вам будет хотеться делать лучшее, вы будете сами за этот результат отвечать, будете чувствовать эту ответственность, потому что за этим будет прятаться не просто какой-то столик и какой-то ресторан, а за этим будет стоять хозяин. Вот вы на первом месте, вы такой классный, и вам надо всего больше, и вы хотите больше, и вы, естественно, дорожаете. И люди будут это чувствовать. Поэтому я вам рекомендую сегодня внимательно еще раз переслушать то, что я сказала, возможно, пересмотреть выпуски соли для того, чтобы замотивироваться и увидеть, что эти изменения возможно. Также возможно собрать для себя команду тех людей, которые будут вашей группой поддержки, как минимум, которые будут давать вам объективную оценку, которые, может быть, точно так же, как и вы, будут развиваться, расти вместе с вами в чем-то и получить для себя первые результаты, которые станут для вас трамплином. Ну, а я, собственно, закончу умничать и немножко поем тортик. Ну, вы же знаете, когда творческий процесс идет, и у тебя все меняется. Бывает такое, что, как я уже сказала, вот эта фишка хорошо сработала, совет Сергея предложить большим чеком заплатить по старой цене. И оказалось, что у меня со всеми хорошие отношения. Я теперь отрабатываю эти занятия. Люди реально уже, несколько человек записались ко мне по новой цене. Я же 300 поставила гривен на 50% повысила. Сейчас, если новый кто-то позвонил, я уже 350 говорю. Потому что пишут, пишут, пишут. Меня очень сильно отвлекает это. Я переживаю, пытаюсь уделить всем внимания. И сейчас входящие звонки уже 350. Я думаю, что буду еще повышать и вкладывать в себя, продолжать. Мне так нравится. Сейчас повышение цены произошло только за счет упаковки. Просто у тебя стал классный инстаграм, фейсбук. Я в фейсбуке все время смотрю твои посты, любуюсь ими, лайкаю все время. Очень нравится. Только за счет этого пока. Просто эффект. Ну и за счет твоей уверенности в себе это произошло. Может быть, кто-то и отсеется после Нового года, я не знаю. Но я думаю, что я найду. И вот из-за вот этой текучки бывает такое, что прошел рабочий день, пост написал, тут ребенок. И сижу и думаю, так, вот наконец-то пришла ночь. Посидеть и подумать, что дальше, что сегодня я сделала, что я буду делать дальше. Ночь, время подумать, спланировать. Юль, смотри, сейчас вы будете работать над фирменным стилем. То есть какой-то фирменный стиль разрабатывать, который сейчас будет проявляться в постах. А потом он перенесется на лендинг. Как-то соберется. Да, именно связано с ее обучением. С ее обучением, да. Именно английский для путешественников, правильно? То есть должно быть это понятно, визуально выражаться. Я давала Оле задание сделать мудборд. Да, это классно, помечтала. Оля мне его прислала, а мы его выведем. Значит, я здесь вижу, во-первых, машину красную, Тойоту. Да? А что Тойота? А вот, ну, какая тебе разница? Во-вторых, я здесь вижу Мальдивы, скорее всего. Ну, по крайней мере, я вижу здесь остров, отдых, качель. А я здесь вижу уютный дом. Да? Я здесь вижу красиво гармоничные упражнения. Я не знаю, что это йога или... Ну, это спорт. Однозначно. Вот. Я не знаю, что я тут еще должна увидеть, но я тут вот вижу такую очень гармоничную историю девушке, которая, в принципе, хочет то, что хочет нормальная женщина. Уютный дом, гармоничную себя и комфорт. Да. Я думаю, это твои планы на следующий год. Да. Я очень хочу быть гармоничной постоянно внутри и быть полезной. Гармоничной внутри и быть полезной. Яна, какие ты изменения замечаешь сейчас за Олей? Оля сама изменилась. Оля вот с первой встречи, даже кроме того, что изменились там посты в Инстаграм, там фотографии, у нее изменилось ощущение себя. Именно это ощущение себя, оно привлекает других людей, от которых звонят, новые люди. Она их притягивает, ну, вроде как магнит. У нее изменился ее внутренний стержень, и она себя стала больше ценить. Она себя теперь знает себе цену гораздо выше, чем она знала ее там два месяца назад. Она теперь уверена в том, что она первая хороший специалист, она уверена в том, что она красивая женщина, и она уверена в том, что все у нее в руках, и она на правильном пути. И у нее есть дело жизни, которым она горит, и которое как бы вот помогает ей реализоваться. Меня, знаешь, всегда поражает то, что все изменения на самом деле, они происходят прежде всего в голове. И как только в голове перещелкивает, ну, то есть в человеке все есть. То есть нельзя сказать, что он там, у него нету трубы. Ну, вот когда у человека, вот взять нашего сына Диму, да, вот мы могли его менять как угодно, но если сон для него и безделье, это самое любимое занятие, то как бы ничего тут не изменишь особо. А вот я смотрю, что в наших участниках, в Людмиле, в той же самой, да, как бы, то есть есть момент того, что идет внутренняя трансформация, которая несет за собой все остальное. И это очень ценно и очень важно. Мне кто-то сегодня, по-моему, я не знаю, вот написали комментарий, что мы, да, написали под видео, что мы бы хотели, рекомендуем в новом сезоне психолога взять на проект, который бы участникам, ну, помогал тоже. Я, кстати, вот понимаю, что действительно вот эта внутренняя трансформация, они все с ней могут справиться. Вот взять Машу Шахову, да, она сошла с каких-то рельс, и сейчас ей бесполезно искать себя в бизнесе, потому что нужно найти себя, какой-то такой внутренний поток происходит. Мне очень радостно от того, что с тобой происходит, учитывая, в какой период жизни ты к нам пришла. Оля пришла к нам сразу же с разводом вместе, да, мне кажется, закрыла двери. Я из ЗАГСа пошла на поезд. Вот, из ЗАГСа пошла на поезд, то есть и, возможно, это тоже сейчас имеет такую роль, может быть, это твоя мотивация, может быть, я не знаю, что это, но я вижу, что дальше будет интереснее, и мы в этом, с Сережей к концу года сейчас, мы приняли решение, что мы таким участникам будем дальше помогать и вести вас до результата, как мы, в общем-то, и говорили. Те люди, которые нас слушают, мы видим результаты, и все эти результаты видят, да, то есть мы не тратим свою энергию на споры, на выяснение отношений, там еще на что-то. Мы просто действуем, и это все в ваших же интересах, как мы видим. И я думаю, что дальше будет очень-очень интересно. Ты написала мне недавно такую вещь о том, что вокруг люди, расскажи давай по поводу финансовой истории, чтобы мы проговорили это, это очень важно для всех остальных. Да, я заметила за собой одну фишку и не смогла с Олей не поделиться, даже если она занята и не может ответить, мне почему-то хочется с ней поделиться, я ей написала в Инстаграм. Ваш личный психолог, не стесняйтесь. Бывает такой момент, когда, ну, вроде бы ты понимаешь, что завтра у тебя будут клиенты, они принесут тебе деньги, да, ты там не останешься без хлеба и так дальше. Но вот сегодня почему-то так получилось, что у тебя нет денег, у меня сразу включается. Так что я давно хотела. Я давно хотела новую форму в зал. Пойду, выберу. Пошла, сняла с кредитки деньги и выбрала не то, что подешевле со скидкой, а выбрала самое классное, самое офигенное, что мне понравилось. И только я покупаю, мне позвонили два человека по сарафанному радио и записались ко мне, хотят со мной заниматься. Знакомая история. Я болен, доктор. Вот, Оля практически задала такой вопрос. Вот, у нас с Сергеем, я помню, мы раньше это очень часто отмечали, такую историю, когда мы идем в магазин, да, там, куда-то, ну, или приезжаем просто и гуляешь по магазинам. И Сережа все время с меня смеялся, потому что каждый раз, когда я тратила деньги, приходили все время какие-то транзакции на карту. Он мне говорил, как интересно, ты вот вроде пошла тратить, вроде бы не надо было эти деньги тратить, но пока ты тратила, пришло в два раза больше денег, чем ты потратила. И первое время он очень болезненно к этому относился, его даже немножко поддергивало, потому что это только что была потрачена зарплата, это еще что-то было потрачено. А потом действительно мы увидели, что деньги это такая энергия, которая, она как бы сопоставима с удовольствием. Вот деньги всегда нужно тратить с удовольствием, вот в кайф, ты очень правильно сказала, я выбрала не то, что подешевле, я выбрала то, что мне хотелось. И именно поэтому они к тебе и пришли. Вот никогда нельзя бояться и думать о том, что деньги закончатся, особенно тогда, когда ты являешься предпринимателем, это один из плюсов предпринимательства, вне стабильности, да, то есть большинство людей хотят стабильности, и это нормально, то есть ты четко знаешь, какого числа тебе заплатят зарплату, какая это будет сумма, и ты имеешь возможность планировать. Предпринимательство, это каждый раз какой-то трэш, потому что ты не знаешь, сколько тебе заплатят, заплатят ли тебе, да, какого это будет числа, ты ни хрена не знаешь. Вот, и жить так может далеко не каждый, именно поэтому люди не выдерживают в этой гонке, потому что это с ума сойти можно. Вот, но если ты научился в этом жить, и ты кайфуешь от этого, то плюс в том, что к тебе в любой момент может привалить какое-то количество денег. Я просто заметила, что это уже не первый раз повторяется. Потому что это так работает. Самое главное в этих моментах не перестать бояться, не начать бояться, потому что как только ты такой думаешь, а что если в этот раз не сработает? Вот. Рядом же еще любимые родственники или еще кто-то там. Которые говорят, да? Ну, я даже не говорю, что я могу так делать, потому что для них это просто шок. Это правильно. То, что ты не говоришь, это правильно. Есть ли у тебя в целях переезд на другую квартиру? Да, есть. Вышлисти? Самое главное, что я раньше думала, что мне выгоднее вот так, а теперь я понимаю, что это мне вообще не выгодно, это вообще мне мешает, я уже не могу. Это очень, кстати, тоже, я хотела этот момент тоже поднять, потому что он также напрямую относится к бизнесу, потому что в бизнесе для того, чтобы мы могли расти, это один из частых вопросов, нам необходима мотивация, да? Нам необходимо понимать, что такое мотивация? Понимать, какого черта тебе это нужно. И вот когда у нас вот этот ответ, зачем, он очень острый, мы находим решение в любой ситуации. Когда он у нас не острый, как получится, тогда мы не находим. И вот когда-то у нас был с Сергеем этот опыт отвратный. Когда мы для того, чтобы развиваться, как нам показалось, у нас стоял выбор, да? Там вложиться в офис, в рекламу, или жить в своем жилье съемном. И мы решили переехать к моей маме на пару месяцев, для того, чтобы, вот как ты говоришь, нам это выгодно, нам казалось. Стать на ноги. Мало того, что мы застряли на год, мы буквально в этот год чуть не развелись, да? То есть это был самый сложный год наших отношений, несмотря на то, что вроде как и моя мама не лезла в эти отношения. То есть вроде как нам ничего не мешало, но, видимо, вот это внутреннее ощущение, оно настолько, вот я помню, как мы сбегали с этой квартиры, я ему говорю, все, мы там каких-то денег, там уже заработал чуть-чуть бизнес, и Сережа мне говорит, ну рано. Я ему говорю, я тебя умоляю, мы просто, говорю, мы с тобой просто разведемся. И я поняла, что это была одна из наших самых выгодных инвестиций, да? Когда мы все-таки съехали в эти 34 квадратных метра, это было просто вот рай и сказка. Я до сих пор, когда проезжаю мимо этого дома и смотрю на его балкончик, который он же спальня, он же кухня, он же туалет, и я его благодарю. Поэтому действительно, это ты абсолютно правильно сказала, что на такие вещи нужно смотреть именно с позиции выгодно. Это действительно выгодно. Мало того, когда ты переселяешься уже на свой клаптик, у тебя есть дополнительная мотивация зарабатывать больше, потому что это уже становится для тебя мастхевом. Ты не можешь без этого, то есть это типа как зубную пасту, ты же не можешь не купить себе. И уже вниз куситься по лесенке. Да, и от этого начинаются другие заработки, от этого начинаются, ты уже говоришь, извините, ребята, 350 не могу, 850 могу. То есть ты понимаешь, что ты просто не можешь никак. Совсем другое мышление и образ жизни, а не когда рядом родители, которые, ой, да ты та что, куда тебе там посиди. Ты тратишь свою энергию, на то, чтобы переспорить. Да, убедить, нормально. Энергия – это самое основное. Да, это копливо. Окей, давайте тогда мы договариваемся до следующего момента. Ты нам сейчас готовишь описание. На тот момент, когда мы выпускаем это видео, это уже совсем скоро, потому что у нас сейчас график очень емкий, мы даем вам описание этого продукта. Вы его внимательно смотрите, читаете. Наша задача – сделать это хорошо. Вы помогаете ей сделать так, чтобы то, что она дала, ей не было стыдно. Мы увидим, насколько хороша была ваша работа тем, как люди отреагируют на это. Все моментально. наша команда, мы не только хвалим, мы просто не ругаем ее публично, мы как бы не выносим ссоры за змы. Унижайте ее за кадром. Нет, ну как бы мы внутри, это же по-доброму мы же одна команда, а уже как бы наружу все по-доброму гладим по шерсти. Наша задача – сейчас найти ту самую фокус-группу и запуститься. Запуститься для того, чтобы мы встретились с тобой и увидели уже результат этого действия. Юлия тебе сейчас помогает с дизайном, с пониманием, она должна тебя прочувствовать и сделать что-то такое, чтобы это полностью отображало твой продукт, не просто макетики. Мы должны это увидеть. Вот, но с Нового года, ребята, самое время, вы уже помните, да, у вас наверняка будет написано это в вашем списке желаний, выучить мать вашу английский язык. И наконец-то заговорить на них. Наконец-то заговорить и отправиться поехать в путешествие по Европе. И отправиться в путешествие. И, кстати, можно будет это испробовать у нас в Италии, потому что мы отправляемся в Италию, мы как раз можно с английским язычком, кому-нибудь, в Италии все говорят на английском, не переживайте. Вот, можно отправиться в Италию 16 апреля и испробовать себя. День рождения. Прямо твой день рождения? Ну, возможно, это мотивация как раз для тебя. А вы не хотите с нами в Италию? Я себя бляпу. У меня другие планы на это время. Что надо подумать? Наши другие планы, другая поездка. А если у вас нет других планов и других поездок, то самое время страшно говорить вслух, какие великие предприниматели и девушки с нами едут, поэтому обзавидуйтесь, когда это увидите в нашем влоге. Правильно? Девочки, работаем. Сегодняшняя встреча очень понравилась своей атмосферой. Мы очень душевно пообщались, получили новые задания. У нас теперь в команде новый участник. Я очень рада и благодарна Оле Сергеем за новые задания и за результат тот, который уже у меня есть. Сегодня я считаю, что наша команда, это и я, и девочки, которые отсутствуют, Юля и Марина, мы получили очень большую похвалу, потому что сегодня Оле Сергеем дали положительную оценку тому росту и той динамики, которые наблюдаются у Оли. И это прорыв, мы рады за Олю, она большой молодец и рады приветствовать в команде новую участницу Юлю. Я думаю, мы вместе все обсудим и разработаем классный дизайн для инстаграм-постов и классный дизайн для продающего курса. Новый год все ближе, и это уже чувствуется, и честно говоря, работать, ну не знаю, хочется, конечно же, меньше. И я, кстати, хочу вас пригласить 27 декабря на свой ежегодный вебинар по целям, по постановке целей, которые мы ставим вместе, и эти цели обязательно сбываются. Так что смотрите по ссылочке внизу всю информацию и приходите, потому что это, в общем-то, последняя наша встреча в этом году, где мы сможем с вами пообщаться вместе и все будет происходить онлайн. Ну а сегодня единственное, что я хочу вас попросить, как всегда, конечно же, написать свои мысли по поводу вообще того, что произошло с Олей. Как вам кажется, насколько сильно она изменилась? И, конечно же, если вы хотите принять участие в ее фокус-группе, что было бы очень круто, я попрошу вас тоже откликнуться, потому что сегодня для нас очень важно увидеть, как создается крутой продукт, помочь этот продукт создать и понять, что он дает очень классные результаты. Я больше, чем уверена, что Оля будет очень стараться. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, если вы нас случайно каким-то образом увидели, подписывать на него своих друзей и смотреть нас, потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас. Ставьте лайки и до скорой встречи. Я пошла работать. Субтитры сделал DimaTorzok